Жители китайской деревни Яаванья живут возле фабрики по производству строительных материалов. Они говорят, что предприятие, выпускающее продукцию из стали, алюминия и керамики, загрязняет воздух, воду и почву тяжёлыми металлами и другими отходами. Теперь единственным источником более-менее чистой питьевой воды является вот эта скважина. «Водопроводную воду использовать невозможно. Мы можем пить только эту. Это подземные воды, мы вынуждены были сделать скважину, потому что воду из крана пить мы не можем». Под давлением со стороны международных организаций местные власти формально начали принимать меры. В прошлом году китайское министерство защиты экологии объявило, что Линьи станет отправной точкой в борьбе против загрязнения окружающей среды по всему Китаю. Власти начали требовать от фабрик города вывешивать на входе информацию об уровнях выбросов. Если они превышают норму, то предприятию, чтобы продолжить работу, предписывают поставить вентиляционные и фильтрационные системы. Так, в телефонном разговоре представитель фабрики в деревне Явания заявил, что предприятие потратило уже более 15 миллионов долларов на модернизацию производства, чтобы соответствовать более строгим экологическим требованиям. Однако официальных данных о выбросах нет и на территорию завода журналистов пока не пускают. Тем временем местные СМИ сообщают, что около 60 тысяч рабочих были уволены в результате закрытия некоторых предприятий. Фабрики могут возобновить работу, если установят необходимое оборудование. Но не все справляются с такими бюджетными нагрузками. «Теперь после введения новых правил, если ваши экологические стандарты не отвечают нормам, то работать вы не сможете. Но если вы небольшое предприятие и у вас нет капитала, то приходится просто закрываться». В то время как центральные власти КНР ищут способы защитить окружающую среду без ущерба для ослабленной экономики, они сталкиваются с противодействием со стороны местных властей. В регионах не хотят закрывать предприятия, которые их кормят. «Небольшие предприятия получают финансовую поддержку от местных властей, и именно они сталкиваются с большими трудностями, поскольку у них нет технологий, связей, финансов, чтобы сделать всё правильно. Провинциальные власти говорят, мы не хотим закрывать фабрику в нашей провинции, но с точки зрения центральных властей промышленность нужно модернизировать». Экономический рост Линьи в 2015 году замедлился до 7,1% с более чем 10%. Однако местные жители по-прежнему надеются, что наступят времена, когда город будет наслаждаться и сильной экономикой, и чистым воздухом.